Но в целом, конечно, неплохо. И вот вы знаете, я смотрю на все это, гуглю Arizona Mobile, видеоматериал у других людей, просто посмотреть, как там, что происходит. Ну, в общем-то, Arizona Mobile и FPS-обсборки на все это. Понимаю, мне непонятно, я вообще лью воду, из-за этого вы меня, наверное, и любите чаще всего. Потому что, что на телефон, что на мобилку, что на все вот эти вот прочие вещи, на GTA San Andreas, вот на весь этот Android, на него можно накатить какие-то моды. И кто-то вот эти вот самые FPS-обсборки для GTA Sample на телефон, GTA San Andreas не тянуло. Ну, типа, в самом деле, это какой-то, я не знаю, годы эксплуатации, после, там, я не знаю, двух лет, трех лет. Будете ли вы ставить какие-то кастомные прошивки, будете ли вы устанавливать, вот, знаете, все прочие вот эти вот, как работают все эти FPS-обсборки в GTA Sample, не отредактировать так, чтобы потом игра вообще не запускалась, там, крашилась и все вот эти вот прочие вещи. А более-менее нормальный человек, там, он делает все вот эти свои видеоролики, как заработать миллиард, как заработать пять миллиардов. В целом, вот этим вот всем ютуберам ты себя противопоставляешь, а потом знаешь... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Неоднократно это говорил, но повторю, пожалуй, еще раз. Ам, хотя нет, вы знаете, я, наверное, подобно Артемию Лебедеву, не буду здороваться, не буду прощаться, потому что, ну, это, знаете, это слишком банально. И когда ты вот противопоставляешь себя всему этому GTA Sample, GTA Sample YouTube, вот этим вот всем GTA Sample YouTube, мобильным GTA Sample YouTube, мобильным КРМП, мобильным ютуберам, вообще в целом ты себя против... Вообще, в целом, вот этим вот всем ютуберам ты себя противопоставляешь, а потом, знаешь, приветствуешь, вот, и, типа, ну, и прощаешься, вот, как они, там, все остальные вещи делаешь. В общем-то, какие-то повадки у них берешь, и это уже не совсем нормально. Вот, кстати, недавно я, там, знаете, если загуглить Arizona Mobile, то я буду рядом со Стивом из DAPA Show. Не то, чтобы я этого всегда хотел, не то, чтобы я этого всегда добивался, но, в целом, конечно, неплохо. И вот, вы знаете, я смотрю на все это, гуглю Arizona Mobile, смотрю, что там мой видеоролик и плачу. Вот, просто плачу по ночам, потому что иначе я просто не знаю, но вот, господи, я стою рядом с такими людьми. То есть, Стив на каких-то сходках был, а DAPA, ну, DAPA, ладно, DAPA уже более-менее нормальный человек, там, он делает все вот эти свои видеоролики, как заработать миллиард, как заработать 5 миллиардов и все прочее, но ладно. Сегодня, это была такая, знаете, подводочка, как вы уже могли понять, к основной теме видеоролика. Сегодня мы с вами поговорим о мобилке, о GTA Sampe на мобилку, о GTA Sampe на Android, о всех прочих GTA Sampe на разные платформы, на разные версии, на вот эти вот, знаете, какие-то прочие вещи, если вы их вообще знаете. И понимаете ли, в чем дело? Неоднократно, когда я листаю там свои комментарии, или захожу, допустим, взять какой-то видеоматериал у других людей и просто посмотреть, как там, что происходит, как там, что появляется, как там, что вообще случается и вот все-все-все прочее. Многие там пишут, ну, FPS-ап, FPS-ап, там какая-то сборка для вот этого вот всего GTA Sampe на телефон, на Android, на все прочее. Я думаю, а как это вообще работает? Типа, я понимаю, что для компьютерного вот этого вот всего GTA Sampe, для него есть FPS-ап сборки, потому что в целом все открыто, в целом все понятно, и в целом папка со всей этой GTA San Andreas, она у нас есть на компьютере, вы можете ее редактировать так, как вам угодно. И главное, там, знаете, не отредактировать так, чтобы потом игра вообще не запускалась, там, крашилась и все вот эти вот прочие вещи. Вообще, у меня достаточно-таки больные отношения, вот такие нездоровые вообще, терки какие-то со всеми этими сборками, потому что я помню, как меня уже подставляли эти сборки, я там скачал одну сборку, скачал другую сборку. Если украдут аккаунт, это еще, ну, знаете, это полбеды. Ну, украли и украли, да, там написал Sam Mason, он разбанил, он сделал все прочие вещи. Имущество, разумеется, не вернул, потому что все, оно уже куда-то там ушло, оно уже в сервере там где-то крутится и все прочее. С этим ничего не сделать. Однако, есть другая сторона медали, такая, знаете, вот, которая, ну, в общем-то, Arizona Mobile и FPS об сборке, ну, все это. То есть, понятно, на компьютере там все понятно, там папка у вас на компе, и вы можете ее, ну, типа, менять, там, устанавливать какие-то клеомоды и все прочие вещи. А тут-то, эта самая папка, она непонятно где, она в какой-то там, я не знаю, в три пизды находится, в нее там, я не знаю, непонятно вообще, как можно попасть. Непонятно вообще, что с ней можно сделать и какие вообще FPS об сборке, кто их вообще распространяет, кто их вообще, как они, как они вообще делаются-то. Я не понимаю, неужели на вот этот вот весь мобильный GTA Sam, вот эту вот всю версию, на нее есть какие-то моды или там какие-то прочие вещи. Потому что лично я вот ничего такого подобного не видел. Это, знаете, это ролик из той серии, когда я такой, типа, не знаю, не понимаю, мне непонятно, я вообще лью воду, и из-за этого вы меня, наверное, и любите чаще всего. Потому что, понимаете, вы можете зайти к абсолютно любому GTA Sam, к ютуберу, и у него там, знаете, все будет так структурировано по полочкам, он все разложит непонятно как, ну, вернее, понятно как. Но, типа, это же неинтересно, смотри, гораздо интереснее посмотреть человека со своим мнением, который может что-то рассказать, какие-то, возможно, истории из жизни поведать, прежде чем вот он перейдет к основной теме вот данного видеоролика. И тут, ну, я в самом деле, я вот просто, я не знаю, как это, разумеется, я допускаю то, что на телефон, что на мобилку, что на все вот эти вот прочие вещи, на них могут быть какие-то модификации, хотя непонятно, кто их делает, хотя непонятно вообще, как их разрабатывают. Я думал, что GTA San Andreas на телефон, она такая, знаете, вся закрытая, она вся такая какая-то мутная, но, по всей видимости, я очень сильно ошибался. И на GTA San Andreas, вот на весь этот Android, на него можно накатить какие-то моды, на него можно накатить какую-то FPS-обсборку. Как лично я все это понимаю, вот если, мало ли, кому-то вот было интересно, кто-то вот тоже первый раз слышит о каких-то вот этих вот всех FPS-обсборках, то есть, скорее всего, в какой-то вот этой, вы знаете, вашей директории телефона, куда установлена GTA San Andreas, там есть вот эта вот самая папочка. Есть, допустим, какие-то моды, есть все прочие вещи, которые там заменяются в этой самой папочке. И кто-то вот эти вот самые FPS-обсборки для GTA San Andreas на телефон собирает, после чего выкладывают в открытый доступ. И все, что вам остается делать, это только заменить вот эту вот, знаете, папку, которую у вас стандартная GTA San Andreas, которая у вас установилась, возможно, после скачки Arizona Mobile, может быть, после скачки San Andreas Roleplay, может быть, после еще каких-то вещей. И, в общем-то, вы все это заменяете, и у вас появляется вот эта вот ваша FPS-обсборка с большим количеством FPS, со всем прочим. Хотя, лично, я не знаю, какой должен вообще быть телефон, чтобы GTA San Andreas не тянуло. Ну, типа, в самом деле, это какой-то, я не знаю, Xiaomi за 6000 Redmi 6A, или как он называется. Ну, то есть, лично мне вот это вот все непонятно, я в самом деле не знаю. Хотя, вы знаете, Xiaomi, они сами по себе начинают лагать после, возможно, года эксплуатации, после, там, я не знаю, двух лет, трех лет. Ну, вообще, наверное, все Android-телефоны начинают лагать, там, которые, я не знаю, возможно, до 10 тысяч рублей, или там даже до 11, может быть, до 15, я не знаю. Ну, в общем-то, все Android, вот эти вот все смартфоны, они начинают лагать со временем. Разумеется, все еще зависит от того, как вы будете все это использовать, будете ли вы ставить какие-то кастомные прошивки, будете ли вы устанавливать, вот, знаете, все прочие вот эти вот вещи, которые вас будут интересовать. Вот от этого все и зависит, как лично мне кажется. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Если вы знаете, как работают все эти FPS-обсборки в GTA Sampi, то, ну, напишите об этом, расскажите обо всем этом в комментариях, и сделайте все вот эти вот ваши прочие вещи, чтобы, ну, я почитал, и, возможно, какие-то прочие люди с моего вот этого вот канала, который там уже скоро 4000 подписчиков у меня будет, подписывайтесь, чтобы они все это прочитали, чтобы они все это поняли, и чтобы вообще в целом все это стало вот намного понятнее, чем оно есть сейчас, потому что на данный момент вот эти вот все FPS-обсборки, все вот эти прочие вещи, они не особо понятны. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, хотя я не хотел с вами прощаться, тем не менее, играл я на проекте Arizona Roleplay Phoenix, у него также есть, у него, у нее также есть мобильная версия Arizona Mobile, а я, кстати, был на сервере Phoenix, там айпишник в описании, там же мой никнейм, там же мой промокод NoToxic54, поэтому заходите, узнавайте, скачивайте, играйте, достигайте пятого игрового уровня, и, кстати, по ссылочке в описании в моем телеграм-канале также есть анимало всяких разных вещей. Вот, заходите туда, узнавайте, ознакомливайтесь, всем до свидания.